Здравствуйте! Решаем задачи по теме «Сигналы светофора и регулировщика». Вопрос номер 18. Разрешено ли вам за перекрёстком выехать на полосу с реверсивным движением? На полосе реверсивного движения можно находиться только при горящем зелёном сигнале реверсивного светофора. Реверсивный светофор за перекрёстком выключен. При выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, выезд на эту полосу запрещен. Правильный ответ номер 3. Вопрос номер 19. Куда можно продолжить движение? В такой ситуации, когда перед перекрёстком установлен светофор с дополнительной секцией, при этом включена зелёная стрелка с основным красным сигналом, а за светофором на дороге несколько проезжих частей, движение под дополнительную секцию разрешается только в первую проезжую часть за светофором, то есть по траектории B. Правильный ответ номер 2. Вопрос номер 20. Что означает мигание жёлтого сигнала светофора? Жёлтый мигающий сигнал, разрешая движение, информирует о наличии нерегулируемого перекрёстка или пешеходного перехода, предупреждает участников дорожного движения об опасности. Пункт 6.2 ПДД. Правильный ответ номер 2. Вопрос номер 21. На кого распространяются сигналы такого светофора? Вопрос номер 21. Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми сигналами белолунного цвета, расположенными в виде буквы Т. Пункт 6.8 ПДД. Правильный ответ номер 2. Вопрос номер 22. Что означает красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала светофора, установленного на железнодорожном переезде? Красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала запрещают движение. Мигающие красные сигналы применяются на железнодорожных переездах, перед разводными мостами, паромами или переправами и в местах выезда пожарных и других автомобилей аварийных служб. Правильный ответ номер 2. Движение запрещено. Вопрос номер 23. Чем должны руководствоваться водители, если указание регулировщика противоречит значениям сигналов светофоров и требованиям дорожных знаков? Регулирование дорожного движения базируется на принципе приоритетности регулирования дорожного движения. При наличии нескольких средств регулирования действует только одно. По убывающей движении регулируется регулировщиком, сигналами светофора, знаками приоритета, разметкой, дорожным покрытием, правилом правой руки. Исходя из этого принципа, при наличии регулировщика руководствуйтесь его сигналами и указаниями. Правильный ответ номер 3. Вопрос номер 24. Куда вы имеете право двигаться? Перекресток регулируемый. Со стороны левого и правого бока регулировщика безрельсовым транспортным средством разрешается движение прямо или направо. По пересекаемой дороге, согласно знаку 571, выезд на дорогу с односторонним движением осуществляется одностороннее движение. Данный знак запрещает только поворот налево. Правильный ответ номер 3. Прямо и направо. Вопрос номер 25. В каком месте вы должны остановиться? При наличии стоп-линии размерки 1.12, при запрещающем сигнале светофора следует остановиться перед стоп-линией. Правильный ответ номер 2. Вопрос номер 26. Куда вам можно продолжить движение? Регулировщик расположен к вам в данной ситуации правым боком с опущенными руками. Следовательно, вы можете продолжить движение прямо или направо по пункту 6.10 ПДД. Разметка 1.18 на проезжей части показывает, что из правой полосы возможно движение только направо. Однако в данной ситуации следует руководствоваться требованиями сигналов регулировщика, исходя из пункта 6.15 ПДД. Правильный ответ номер 2. Прямо и направо. Вопрос номер 27. О чем информируют вас стрелки на зеленом сигнале светофора? Контурные стрелки на зеленом сигнале светофора говорят, что иное, в данном случае движение направо, регулируется дополнительной секцией. Правильный ответ номер 2. Вопрос номер 28. Можно ли вам перестроиться на соседнюю полосу? По расположению реверсивных светофоров мы делаем вывод, что полосы реверсивного движения средние. Для выполнения маневра вы вынуждены были бы выехать на полосу реверсивного движения. Красный сигнал реверсивного светофора запрещает движение по данной полосе. Правильный ответ номер 3. Нельзя. Вопрос номер 29. Куда вам разрешено продолжить движение? И горящая дополнительная секция светофора, и знак 5.15.1, направление движения по полосам, и разметка разрешают вам из крайней левой полосы совершить поворот налево и разворот для движения в обратном направлении. Правильный ответ номер 3. налево и в обратном направлении. Вопрос номер 30. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора? Сочетание красного и желтого сигналов светофора запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала. Правильный ответ номер 2. Вопрос номер 31. Куда вам разрешено движение? Со стороны вытянутой руки без рельсовым транспортным средством разрешается движение только направо. Можно продолжить движение по траектории А. Правильный ответ номер 1. Вопрос номер 32. Куда вам можно двигаться? Правая рука регулировщика вытянута вперед. При таком жести регулировщика со стороны левого бока без рельсовым транспортным средством разрешено движение во всех направлениях. Прямо направо, налево и на разворот. Правильный ответ номер 3. Вопрос номер 33. Разрешено ли вам движение? Вспоминаем афоризм. Спина, стена. Вам движение со стороны спины запрещено. Правильный ответ номер 3. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Надеемся, вам понравилось. Если да, то палец вверх. Подписывайтесь. Пишите спасибо в комментариях. И покажите это видео своим друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok